Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о Василии Аксенове. Вернее, не о нем самом, а о сборнике его рассказов, который называется «Вне сезона». Писатели Аксенова знают и любят наши читатели за его романы в первую очередь. Это, конечно же, и «Московская сага», и «Остров Крым», «Редкие земли», ну и многие другие. А этот сборник рассказов относится к разряду тех книг, которые стоит прочитать. Автор очень удачно создал здесь собирательный образ нашего современника. Из первых строк проникаешься симпатии к его героям, им сопереживаешь, радуешься их успехам и окончаешься неудачами. Герои рассказов, я бы сказала, слегка чудаковатые, но в отличие от чудиков Василия Шукшина, здесь в основном фигурируют молодые люди, образованные, талантливые, но это не мешает им быть слегка наивными и доверчивыми. Вот посудите сами, кто из нас в реальной жизни мог поступить так, как герой рассказа на полпути к Луне. Молодой человек летит в Москву на самолете Ту-114 и, как ему кажется, влюбляется в стюардессу по имени Таня. Но на выходе из самолета он ничего не успевает о ней узнать, и узнает только, что она живет в Москве. И все. А желание увидеть ее настолько велико, что он не придумает ничего другого, как летать на самолете из Москвы в свой город и обратно в надежде встретить ее на борту. И он летал до тех пор, пока у него были деньги. А вот встретил он свою любимую девушку или нет, узнать, конечно, будет очень интересно. Все дело в том, что финалы у Аксенова всегда неожиданные и непредсказуемые. Складывается такое ощущение, что на развязку автор разлагает какую-то определенную миссию. И это не разочаровывает, а наоборот дает возможность для дальнейших размышлений. Это особенно наглядно продемонстрировано в рассказе «Вне сезона», который дал название этому сборнику. Без назидательности и нравоучений автор преподносит такой нравственный урок своим героям, что просто диву даешься, как это у него получается. Василий Аксенов был кумиром молодежи 60-х. Его рассказами зачитывались. А тех, кто еще не успел с ними познакомиться, ждет замечательная встреча с этой удивительной прозой одного из лучших писателей «Оттепели». Читайте хорошие книги и будьте счастливы!